У меня очень простые ответы на эти вопросы. Работает хорошо то, что соответствует нашему менталитету, нашей территории, нашему климату, нашему пространству. То есть соответствует той обстановке, в которой мы с вами живем, как жители России. А о России, напоминаю, тысячи лет. И соответствует ли вот эта внешняя история с единым госэкзаменом нашему историческому механизму учений? Конечно, нет. В России традиционно учение — это учитель ученики, который ведет учеников по жизни. Для англичан, для американцев это разные этажи, не учитель ученики, это некие тесты, это минимальное соответствие требованиям, не больше того. Значит, на что направлен единый госэкзамен по требованию колонизаторов, который поэтому и был введен? Он направлен на массовое поднятие людей из провинции и через Москву, отправление их за рубеж. То есть он помогает обеспечить миграционные потоки из России. Это первая задача. Второе — дебилизация населения, потому что колонизаторам не нужны умные люди, им нужны туземцы. Умных они вывозят через гранты, а туземцев они создают. То есть отсюда и запрет на идеологию в Конституции, которая написана по команде американцев, и многое другое. То есть единый госэкзамен — важный элемент колониального курса. Наряду с ликвидацией Академии наук, поддержкой вузов, которые обеспечивают миграцию, запретов на создание современных производств, запретов на инновационную экономику, о которой требует Путин, и многое-многое другое. Это колониальный курс в чистом виде. Мы это сами должны понимать. Этот курс приведет к нашей ликвидации. Как страны, как нации, как людей. Но люди должны сделать выбор. Они хотят погибнуть вместе со страной, или они хотят за нее бороться, как делали их и деды, и прадеды. Пока на сегодняшний день этот выбор русский народ не сделал, и поэтому он исчезает.